Всем добрый день. Меня зовут Женя Борисов. Я на данный момент руковожу отделом разработки в бигдате и микросервисной архитектуре. Компания «Найдтехнология» — это компания, которая занимается аутсорсом, поэтому я вижу очень много разного кода, вижу много очень разных проектов. Сам я занимаюсь менторингом своих команд, консультациями, пишу достаточно много кода до сих пор и пришел поделиться с вами опытом, как писать код красиво. Кроме того, я выращиваю новое поколение, это мои дети. Я надеюсь, что они тоже будут программистами. Мне на самом деле кажется, что когда они вырастут, уже другой профессии просто не будет. Все будут делать компьютеры, а люди будут ими управлять. Поскольку я живу в Израиле уже почти 30 лет, очень часто цепляются к моему русскому языку, поэтому я сразу хочу оговориться, я все ошибки в русском языке делаю не специально. Если я говорю «аппликация», я имею в виду приложение по-русски. Если я говорю «айбернет», то это имеется в виду «гибернет». «Штрудель» — это собака. Компонент используется с любым ударением, параметр тоже. И нам, и нам, ну и так далее. Поднимите руку, кто видел мои какие-то доклады про Spring. О, то есть вы знаете, что я люблю ковырять кишки. Сегодня очень лайтовый доклад, никаких бинпостпроцессоров, никаких класслодеров. Чисто вот практические задачи, написание кода и так далее, и так далее. Начнем мы с самой стандартной вещи. То есть поскольку Spring — это фреймворк, который дает нам инверсию контроля. Поднимите руку, кто на Spring пишет. О, то есть все знакомы с таким фреймворком практически, отлично. И одна из основных вещей, которая нам дает инверсия контроля, это синглтонизация, скажем так. Ну давайте вспомним, как это было раньше. Поговорим про шесть фаз понимания синглтона. Значит, фаза первая — студент. Когда студент приходит в университет, то что он знает про синглтон? Если спросить любого студента, который только начинает, типа, что такое синглтон, то он вам скажет, что синглтон — это виски. На второй фазе, которая называется стажер, на вопрос, что такое синглтон, человек скажет, ну это такой дизайн-паттерн, и пишет, что он примерно вот так. Нужно сделать приватный конструктор, потому что этот паттерн нужен для того, чтобы не создавать объект больше, чем в одном экземпляре. Соответственно, мы хотим это запретить. Конструктор приватный. А как же тогда создавать? У нас есть статический метод getInstance, который, соответственно, если этот объект еще не создан, он его создает. Если создан, то просто возвращает. Но какая здесь есть проблема? Проблема с многопоточностью, правильно? Соответственно, если одновременно два фреда вызовут метод getInstance в тот момент, когда синглтон еще не создан, то шанс достаточно маленький, но, тем не менее, тогда случится, типа, даблтон, триплтон и так далее, и это приводит к тому, что раз в неделю периодически случаются какие-то баги в продакшене, что на самом деле самое неприятное. То есть баг, который случается консистентно, его как бы легко отловить и починить. Баг, который случается периодически, потому что в данном случае вероятность очень маленькая, что он случится, это баг, который, скорее всего, принесет очень много ущерба. Как это решается? Надо ставить локи, да, и уже в 2003 году джуниор-софтвер-инженер знал, что для реализации дизайн-паттерна синглтон надо ставить слово синхронайз на метод getInstance, для того, чтобы, не дай бог, не случилось так, что создастся два объекта. Ну, какая возникает проблема здесь? И все начинает работать медленно, да, то есть у нас очень сильно проседает перформанс, потому что каждый раз, когда кому-то нужен синглтон, он вызывает метод getInstance, тем самым приводит к тому, что этот объект лочится, и все остальные потоки, которые хотят этим в этот момент синглтоном пользоваться, они как бы не могут это сделать. И уже в 2004 году сеньор-софтвер-инженер знал, что для того, чтобы написать дизайн-паттерн синглтон, надо сделать немного сложнее. Лочить надо не сам метод getInstance, а только создание самого синглтона. То есть таким образом это называется double-check. У нас есть две проверки. Первая проверка проверяет, если синглтон не создан, она нужна для того, чтобы решить, нужно лочиться или не нужно лочиться, потому что если он уже создан, его достаточно вернуть, и все, ничего делать не надо. Но если он еще не создан, мы залочились. После того, как мы залочились, надо опять проверить, нужно его создавать или нет, потому что пока мы не залочились, мы не знаем, если параллельно с нами был еще какой-то фред, который, может быть, его в это время создавал. Значит, второй раз мы проверяем, и, соответственно, мы создаем синглтон, только вот в случае, если его еще не создали. Кто знает, почему это не будет работать вообще? Ну, то есть правильно не будет работать вообще. Совершенно верно. Значит, у нас есть оптимизация в Java. Конкретно, то есть оптимизация в Java – это прекрасная вещь, и когда в конце 90-х годов мне нужно было выбрать, идти учить C++ в университете или учить Java в университете, все мои старшие товарищи говорили, нет, Java – это, конечно, красивый эзотерический язык, это прикольная идея, но никаких шансов, что он приживется, потому что перформанс у него от 300 до 3000 раз медленнее, чем у любого нативного языка типа C++. Я их не послушал, сделал назло, пошел, и в итоге оказалось правильно. Почему так случилось? Потому что, начиная с ходспота, то есть был такой стартап, который назывался HotSpot, сегодняшняя имплементация виртуальной машины Java, ворокли по умолчанию до сих пор вот это вот реализация этого стартапа, за счет чего она смогла решить проблему перформанса, она не просто решила, она привела к тому, что в некоторых случаях Java работает быстрее, чем нативные языки. Они умудрились превратить вот Achilles'ову питу Java в преимущество, потому что они не просто стали кешировать, то есть из-за чего Java работала медленно, она работает медленно, потому что когда мы компилируем Java, мы не получаем конечный продукт, мы получаем так называемый байт-код, все вы это наверняка знаете. Когда байт-код запускается уже в рантайме, он компилируется в нативный код, причем это происходит постоянно. То есть если какой-то метод я вызываю 100 раз, он 100 раз будет компилиться в нативный код. По крайней мере так было раньше, на первых самых версиях. Они пытались это кешировать, кешировать абсолютно все невозможно, как бы память процессора это не позволяет. А Ходспорт сказал следующее. Не надо кешировать все, мы будем кешировать только горячие методы. И что такое горячий метод? Это метод, который прошел определенное количество инвокаций. То есть по умолчанию, опять же, эти настройки можно поменять, но это полторы тысячи инвокаций для машины клиента, 10 тысячи инвокаций для машины сервера. И, соответственно, поскольку у нас может собираться статистика о инвокациях этих методов, то перед тем, как их закешировать, еще можно с ними сделать очень много разных оптимизаций. И благодаря этим оптимизациям код на Java в некоторых случаях работает быстрее, чем на темных языках. Но, тем не менее, некоторые оптимизации влияют на всякие разные паттерны. Вот конкретно оптимизация, которая называется out-of-world execution, она нам, этот сингальтон, который мы только что видели, она его убивает. Как вы знаете, начиная с девятой Java уже осталось два вида памяти. Раньше еще был perm, но два основных вида памяти, которые были всегда, это был heap, в котором хранятся объекты, и это стак, на котором все работает. То есть каждый фред, когда он запускает какой-то метод, он загружает его на стак и начинает там с ним как бы построчно запускать команды данного метода. Соответственно, если мы вот рассмотрим такой пример, переменная A, она сидит в heap или в стаке? Ну вот создается объект out-of-order. Где находится переменная A? В heap или в стаке? В heap она находится, ребят. То есть это есть такое распространенное заблуждение, что типа все примитивы сидят в стаке, а все объекты сидят в heap. Вообще дело не в этом. Когда мы говорим про переменную, сразу задается вопрос, переменная к чему относится. Данная переменная A, она является частью объекта out-of-order. Соответственно, когда создался объект out-of-order, то он вместе с своей переменной A сидит в heap. Окей, теперь, когда запускается метод full, память heap, она не дает возможность сделать какие-то операции, кроме как читать и записывать. Соответственно, когда запускается метод full, копия переменной A создается на стаке того фреда, который этот метод full запускает. И дальше это происходит следующим образом. То есть сначала добавляется единичка, то есть выполняется строчка номер 6, добавляется единичка, и потом, значит, эта единичка переписывается обратно на heap. После чего надо выполнить строчку номер 7, для этого надо добавить восьмерку. Теперь опять единичка, которую только что записали на heap, переписывается обратно на стак, добавляется восьмерка, получается девятка, и эта девятка в конце возвращается. Это все ужасно долго. Значит, оптимизация out-of-order execution, убедившись, что ничего между строчкой 6 и строчкой 7 не происходит, говорит, а давайте мы сэкономим и сделаем вот так. Перепишем единичку, добавим восьмерку, и конечную девятку вернем. То есть у нас стало 4 операции вместо 2, в полтора раза быстрее, все замечательно. Но если посмотреть на наш сингальтон, то что получается? Если одновременно два фреда запускают метод getInstance, первый фред переписывает значение референса сингальтон себе на стак, и допустим, это null, он видит, что это null, лочится, а может быть в это время, пока он еще не залочился, другой фред уже этот сингальтон создал. И дальше, вместо того, чтобы сходить на heap и увидеть, что сингальтон уже создан, он продолжает работать с той локальной переменной сингальтон, которую он взял до того, как он залочился из-за этой оптимизации. Таким образом, получается, что второй if, он совершенно бессмысленный, и скорее всего, еще какая-нибудь оптимизация его просто нахрен выкинули. То есть, таким образом, получается, что мы вернулись к фазе джуниора, который не умел писать, защищенный от многопоточности сингальтона. Как это решается? Совершенно верно. У нас есть замечательная keyword Java, то есть modifier volatile, говорит переменная чувствительная, и это значит, что не нужно на нее делать эту оптимизацию, и таким образом, как бы, это будет работать медленнее, но, как бы, нам пофиг, потому что все равно отрабатывает один раз на этапе инициализации сингальтона. Проблема в том, что это тоже не работало, потому что в Java был баг до, по-моему, пятой версии какой-то там 22-го апдейта. Там даже не совсем баг, там просто не так была устроена memory модель. В общем, короче, люди очень сильно мучились, пока, наконец, не получилось написать дизайн паттерн сингальтон, который баги в продакшене не делал. Это все называлось ленивый сингальтон, а мы сейчас поговорим, то есть кроме ленивого есть еще так называемый сингальтон, который игр, который создается в тот момент, когда загружается класс. И это можно сделать разными путями. Есть реализация, сделанная в JetBrains. Если вы возьмете не самую последнюю версию идеи, самая последняя версия идеи это выпилили, и чуть позже мы поговорим, почему это выпилили, там надо сейчас отдельный плагин подключать. На предыдущей, вот у меня еще стоит та версия, которая 2019.1, там еще это есть, и вы можете попросить, когда вы делаете новый класс, вы можете выбрать опцию сингальтон, и вот вы получите вот такую реализацию. Чем она отличается от предыдущей? Что сингальтон создается не в тот момент, когда первый раз дергается метод getInstance, а в тот момент, когда загружается класс сингальтона, потому что это статическая переменная, которая обрабатывается класслованно. Или можно было сделать, было очень модно делать через Enam, когда он появился. Типа вот я делаю Enam, в котором есть один единственный объект, это instance, дальше я прописываю в этом Enam всю свою бизнес-логику, и с любой точки кода я могу написать singleton.instance и, соответственно, вызвать нужный мне метод. Ну, казалось бы, просто суперудобно. Я не буду уходить в дебри, потому что это не единственные варианты, то есть еще можно было через внутренний вложенный класс сделать. Было очень много вариантов. Давайте мы поговорим лучше о проблемах сингальтона варенья. Почему это на самом деле... Кстати, скажите мне, пожалуйста, вы слышите такую фразу, что сингальтон — это антипаттерн? А вы согласны, что сингальтон — это на самом деле очень много вещей? Ну, как бы очень полезные вещи? Вы используете сингальтон? Вы пишете, ну, как бы есть у вас сингальтоны в коде? А вам не кажется, что это как-то contradiction какой-то получается? С одной стороны мы говорим, сингальтоны нам нужны, а с другой стороны — это антипаттерн. Вот я хочу этот миф развеять, и давайте разберемся, что именно является антипаттерном. Сначала хочется поговорить для того, чтобы показать вам, откуда идет проблема. Давайте начнем с тестирования, поговорим про тестирование. Когда-то очень давно лет 10-15 назад, ну да, где-то 15, скорее, чем 10, не принято было писать тесты, то есть не было вообще такой концепции. Вот это вот то, что сегодня называется TDD, вы знаете, как расшифровывается TDD? Test-Driven Development, да? То есть то, что сегодня называется TDD, везде принято, и там по Agile, по Scrum, сначала часто там пишут тесты, обкладываются тестами, чтобы не было Vag of Production, и раньше это не было принято делать, просто писали код. И вот я вам сейчас расскажу одну историю. Ну, достаточно много лет назад я консультировал одну компанию, то есть я так вот получил, что я в большинство жизней работаю в аутсорс-компаниях, которые как бы помогают разным другим компаниям. Поэтому как бы я набрался много всяких разных интересных историй. Консультировали мы одну компанию, и они говорят, типа, вот, ребята, у нас все здорово, больно много багов в продакшене. Вот как вы что посоветуете? Ну, мы, естественно, их спросили, типа, тесты пишите, потому что это уже, по-моему, был какой-то 2010 год, или 2011 даже, и уже принято было писать тесты, но это была такая старая компания, которая началась с Кабола, потом все переписали на Джаву, но это остался Кабол, только уже как бы в синтаксе Джавы, и вот потом они дошли до того, что, типа, огромное количество кода, баги в продакшене постоянно возникают, клиенты этой компании недовольны и так далее. Ну, мы им спрашиваем, типа, вы как, чем пользуетесь, когда тесты пишете, там, JUnit, TestNG, Spock, там вариантов много. Они говорят, не-не, у нас есть своя методология. И методологию, ну, вот, можно описать примерно вот так. Значит, ну, допустим, надо написать какой-нибудь класс, который будет называться TaxCalculator. Вот, и в этом, значит, TaxCalculator будет метод, который мы назовем, он будет, там, публичный, возвращать будет дабл, называться будет with NDS. Принимает он, соответственно, цену и должен он вернуть цену с NDS. Ну, соответственно, возникает вопрос, откуда мы возьмем NDS. Что такое Single Responsibility, вы знаете, да? То есть очень важно соблюдать Single Responsibility, когда мы пишем код. Поэтому в TaxCalculator вряд ли будет находиться логика, которая бегает на сервер, где там хранится информация о том, какой сегодня NDS, на какой-нибудь, не знаю, центральный банк, да? Поэтому это у нас будет находиться в каком-то другом сервисе, который будет называться NDS Resolver. То есть будет какой-то NDS Resolver, у него будет метод getNDS. Мы сейчас его создадим. Вот будет у нас такой фил. Это у нас NDS Resolver. NDS Resolver я делаю классом или интерфейсом? Интерфейсом, потому что, ну, имплементации могут быть разные. В каждой стране будут свои NDS Resolver. И у меня может быть много разных клиентов. Соответственно, я могу для них подменять этот NDS Resolver. Поэтому это у нас будет интерфейс. В этом интерфейсе, соответственно, у нас будет метод getNDS, который возвращает Double. И напишем какую-нибудь простенькую реализацию для России. Alt Enter, Implement Interface. Значит, это будет Russian NDS Resolver. Russian NDS Resolver. Значит, возвращать мы будем NDS, соответственно. А NDS это у нас будет поле, которое мы будем в конструкторе инициализировать. Вот у нас будет такой конструктор, который там типа будет говорить NDS равно getNDS from Central Bank. Этот метод, естественно, будет у нас приватный. И, ну, допустим, какой сейчас NDS 02? Ну, отлично. Вот. Значит, ну, соответственно, в Tax Calculator у нас получается вот такая штука. GetNDS. Получили NDS. Можно сразу просто умножить на цену и добавить цену. То есть это умножить на price, плюс price. Все это мы можем вернуть. Вот. НДС надо, соответственно, проинициализировать. Ну, давайте, опять же, для экономии времени сделаем вот так, потом поговорим, о чем проблема делает. Вот так. Вот. И вот они показывают мне вот такого плана класс и говорят, смотрите, ну, вот нам надо сейчас проверить, что этот Tax Calculator работает правильно. Как мы это тестируем? Мы тестируем вот так. Значит, мы создаем Tax Calculator. Вот. У этого Tax Calculator вызываем метод withNDS, передаем туда 100, получаем, соответственно, какой-то ответ, ну, и печатаем его. Что? Вот. Вот сейчас 120 напечатается, значит, можно коммитить в продакшн. Вот так они сказали. Ну, значит, мы на все это посмотрели, немного удивились, что до сих пор еще кто-то так работает. Ну, и я им начал объяснять. Я говорю, слушайте, ребята, это, в принципе, как бы называется не TDD, не TestGrid, это называется DDD. Знаете, что такое DDD? Ага. Это Debug Driven Development. То есть вам надо будет каждый раз дебажить, если у вас какая-то проблема. Они говорят, мы не очень понимаем, о чем ты говоришь. Я говорю, ну, давайте возьмем сценарий. Допустим, я сегодня пишу сервис А. Я его написал, там был какой-то сложный метод, я написал main, в этом main этот метод вызвал, проверил, ну, как бы глазами посмотрел, что все нормально, сделал commit production. Прошло полгода. Через полгода совершенно другой человек пишет какой-то другой модуль в том же самом проекте, натыкается на мой класс, говорит, о, какой прикольный класс, сервис А, я могу его поюзать. Начинает сначала юзать, потом в какой-то момент он начинает его кастомизировать под свои нужды, в результате чего у меня в моем модуле случается баг. Он про это не знает, потому что он не знает, что у меня там есть какой-то main, который надо запустить, глазами посмотреть, увидеть, что 120. Откуда он это знает. Да и опять, если запускать кучу main вручную, это же совершенно невозможно. Соответственно, он доволен, он написал себе свой main, в котором он проверил, что его логика работает хорошо, но мое он сломал, закоммитил в production. В production начинает случаться баг. Кому приходят с претензиями? К нему или ко мне? Приходят ко мне, потому что баг-то в моем модуле. Я говорю, слушайте, ребята, я на самом деле полгода назад это писал, и я уже не очень помню, что я там писал, и вроде же все было хорошо, как может случиться, что сейчас началась проблема именно сейчас. Мне говорят, ну так может быть какой-то сценарий начал происходить, которого раньше не было, или там в базе данных может пришли какие-то данные, которых никогда раньше не было, а потом говорят, ты знаешь, а может быть ты прав, а может быть этот баг случился не сейчас, может быть уже давно этот баг есть в production, ну-ка ты бери логи за последние полгода и найди, откуда этот баг случился и разбери в чем дело. Я сижу, ковыряюсь в логах, трачу кучу времени, в результате нахожу, что баг начал случаться две недели назад. Я так, окей, а что две недели назад произошло? Мы же на седьмую джаву переходили, наверное, в этом дело. Потом выясняется, что не в этом дело. А, точно, Санта на мейвин перешли, в этом наверняка дело. А, нет, не в этом. Короче, проходит достаточно много времени, когда в код я, у меня мысли нету залезать в код, я же знаю, что я полгода не трогал этот модуль. Причем опять же, я привожу примерно на основании одного сервиса, там же может быть их много, я же не могу как бы по коду лазить и все смотреть. Ну в конечном итоге это именно приходится делать и я нахожу, что есть какой-то человек, который что-то у меня поменял. Могу я сейчас просто взять и сделать роллбэк на то, что написал я? То есть в принципе могу, если мне плевать на этого человека, потому что завтра придут к нему с претензиями, скажут, теперь у тебя баг возник. Я, значит, звоню этому человеку, а он сейчас рожает, например. Ну так тоже может быть. Ну или там, два часа до родов и как бы ей не очень до меня, а я тоже не очень помню этот код, потому что прошло. А все это время есть баг в продакшене или вся система как бы убита. И я вот это все рассказываю, они так типа, ну вот это примерно то, что у нас происходит. Я говорю, отлично. Так вот для того, чтобы у вас этого не происходило, надо писать не мейн, а надо делать тесты. Значит, и соответственно, то есть, ну как бы грубо говоря, да, то есть мы берем для этого такс-калькулятора, делаем тест. Вот так. Метод там, нет, это не на что я сделал. Такс-калькулятор. Этот мейн можно отсюда убрать. Я только вот это вот скопирую, потому что мне пригодится. Этот мейн мне уже не нужен. Такс-калькулятор. With NDS мы будем тестировать. Alt enter. Create test. With NDS. Окей. Вот. Соответственно, здесь мы делаем то же самое, что мы делали в мейне, только вместо того, чтобы печатать этот ответ, надо как бы делать асерты. Да, у нас асерт, асерт equals. Мы проверяем, что 120 это то, что должно получиться, это то, что у нас на самом деле получится. Кстати, почему это зачеркнулось? Да, вы знаете, что будет, если, например, взять два дабла, дабл там x и сказать, что это там 1.1 и дабл y 1.2. И я сейчас сложу, что получится? Ставьте ставки. Что будет? Ну, какие-то странные. Дабл 2.3, нет? Вот 2.3. Но, если бы я сделал его вот так, например, казалось бы, должно быть 2.4. Но нет. Потому что дабл не точный. Поэтому, соответственно, вот этот метод асерт equals, он уже деприкейтед и как бы правильно говорить, с какой дельтой мы готовы как бы жить. Да, то есть там типа плюс-минус десять тысячных, это как бы нормально. Все, сейчас этот, если тест запустить, тест замечательно проходит. Вот. И, ну, мы объяснили концепцию, что типа люди пишут не мейны, люди пишут тесты, эти тесты запускает мейвин, а мейвин запускает дженкинс. То есть человек написал какой-то код, сделал коммит. В результате его коммита дженкинс начинает билдить как бы всю систему. При помощи мейвин он запускает все тесты. Если какой-то тест падает, то, соответственно, билд падает, человек автоматически получает мейл. Естественно, код этот в продакшн не деплоится, и он знает о том, что у него случился баг в тот момент, когда он закоммитил, а не через полгода. Ну, они такие типа, ммм, значит, соответственно, что нам нужно? Что ты там сказал? Мы записываем типа дженкинс, вот, спасибо. Вот, прошло примерно где-то полгода, ну, и вот они вот работали по вот этой вот схеме, типа слова умные запомнили, но глобально у них в компании ничего не поменялось. И они нас опять вызывают и говорят, слушайте, ребята, мы, даже больше, чем полгода прошло, он говорит, стало все намного хуже. Раньше у нас были баги в продакшне, ну, хотя бы мы что-то продавали, мы что-то производили, а сейчас что происходит? У нас мы потратили, во-первых, кучу времени и ресурсов, чтобы обложиться тестами, как вы нас научили. Теперь наши программисты только и делают, что они постоянно фиксят тесты. Они не пишут больше кода, они только фиксят тесты. Ну, короче, я понял, что произошло. Значит, они поняли, что тесты писать надо, но они не поняли, что такое юнит тестирования. Значит, давайте рассмотрим такую ситуацию. У меня есть сервис A, для которого есть тест, а он пользуется внутри какого-то метода, который я тестирую, сервисом B, у которого тоже есть тест, а B используют C, а C используют D, и так до Z. У каждого есть свой тест. И вот у меня сейчас баг в сервисе Z. Сколько тестов упадет? Вся цепочка падает. А теперь представьте себе картину. Значит, приходит человек после тяжелых выходных, делает апдейт, пошел, сделал себе кофе, возвращается, делает мебин-инстал, там размешивает сахар, и тут у него, значит, все это кофе проливается на колени, потому что 570 тестов упало. Значит, что в этот момент надо сделать? Да, вот все тесты лежат, а у нас через неделю деливер. Значит, если человек не курил, он начинает курить в этот же момент, надо хотя бы 2-3 сигареты, чтобы успокоиться, 570 тестов упало, а через неделю сдавать проект. После этого он начинает дебажить, потому что непонятно, где проблема, когда 570 тестов упало. То есть по методологии юнит-тестирования, когда тест упал, мы абсолютно точно пальцем можем показать, в каком сервисе проблема, и будем дебажить или чинить именно его. А тут у меня 570, я не знаю, откуда начинать. Он тратит кучу времени, в результате находит проблему, чинит проблему, и все 570 тестов починились. Ну, до следующего апдейта. Вот, значит, как, соответственно, делать правильно? Правильно, это так скалькулятор немножечко поменять, искать, мы не должны вот так вот хардкодить, потому что на самом деле тут есть, если подытожить проблемы, почему нам нужны моки, почему нельзя вот эту вот жесткую связанность оставлять, потому что, во-первых, эта реализация, она теоретически может быть вообще не написана. Может быть, этой реализации еще не написано. Я что? А я свой такс-калькулятор уже закончил. Вот как мне знать, я его правильно закончил, неправильно закончил, мне надо ждать другого разработчика, который работает на NDS-резолвере. Первая проблема. Вторая проблема, если у меня в NDS-резолвере сейчас будет баг, то, соответственно, у меня создается иллюзия, что у меня баг такс-калькулятор, потому что мой тест тоже падает. И самое главное, ведь может случиться, например, вот так. То есть, если я пойду в свой центральный банк, и там, не знаю, Путин завтра скажет, давайте сделаем вот так. И поменялся NDS. И что теперь у меня случается? У меня теперь будет падать тест, потому что он ожидает, что должно быть 120, а получается теперь 118. И на самом деле, как бы у меня нет вообще никакой проблемы, вообще никакого бага, но тест создает иллюзию, что есть. И таким образом, получается, этот тест никогда не закончен, и надо будет все время его чинить. Кроме того, согласитесь, что логика вот эта вот, которая вытаскивает NDS из центрального банка, она, скорее всего, будет работать достаточно медленно. То есть, таким образом, получается, что мой тест будет еще бежать очень медленно. Хотя мне вот эта логика вообще не интересует. То есть, мне очень важно, когда я делаю тест, полностью отцепиться от вот этой вот своей зависимости. Поэтому неправильно статически инициализировать объект вот здесь через new. Надо сделать там какой-нибудь конструктор. Вы с ламбоком знакомы? Ну, если вам лень писать конструктор или там через IntelliJ его генерить, вы можете попросить ламбок. Ламбок в двух словах – это такая штука, которая на этапе компиляции умеет генерить всякий бойлер плейд, который люди писать не любят. И как бы все остальные там люди, которые пишут на Kotlin, на Scali, на Groove, которому ламбок не нужен, они нас стебут, что у нас очень много бойлер плейда. Но благодаря ламбоку как бы у нас его становится поменьше. Вот. Значит, дальше у нас, соответственно, получается в нашем тесте я при создании такс-калькулятора должен передавать сюда NDS Resolver. Я, естественно, не буду передавать настоящий NDS Resolver, а я буду делать mock. Ну, как бы можно, в принципе, сделать вот так, NDS Resolver и типа на литу тут прописать, как будет работать метод getNDS. Но так никто не делает, и так делать не нужно, потому что, а если у меня в этом интерфейсе 150 методов, как будет мой тест выглядеть? А мне на самом деле только метод getNDS надо прописать. Поэтому у нас есть замечательный фреймворк, который называется Makita, не путайте с Makita, который принимает, соответственно, либо интерфейс, либо класс, генерит на литу при помощи CGlib от него наследника или, соответственно, имплементацию для данного интерфейса, и у нас получается такой mock-овый объект, то есть ненастоящий, типа mock на английском, это типа ржать над кем-то. Дальше этот mock надо настроить. Настроить его, опять же, можно при помощи Makita. То есть я говорю Makita, точка, ой, Makita, точка, когда у mock-а вызывается метод getNDS, тогда, соответственно, надо вернуть там 0.2. И мой тест будет проходить всегда, независимо от того, что там с настоящим NDS. И сюда я этот конструктор mock передаю. Все, тест запускаем, тест проходит, все здорово. Мы им это все объяснили, что вот надо делать mock-и. Они такие, типа, пацаны, мы все поняли, но тут выяснилось, что есть небольшая проблемка. Небольшая проблемка в том, что у них весь код написан на вот этих вот статических сингльтонах. То есть никакого интерфейса NDS Resolver, естественно, у них в помине нету. А выглядит у них все следующим образом. Вместо NDS Resolver у них есть, ну, там, давайте назовем это, там, NDS Singleton. Вот такой у них вот NDS Resolver. У него, соответственно, там, статический метод getInstant, чтобы его получить. Вы же согласны, что как бы NDS Resolver, он должен быть сингльтоном. Это же тяжеленный объект. Он, когда создается, он в конструкторе своем вызывает логику, которая идет в центробанк, чтобы проинициализировать перемену, которая называется NDS. А это работает очень долго. И если каждый, кто захочет использовать NDS Resolver в коде, должен будет его создавать, это будет работать уже медленно. Поэтому, естественно, должно быть сингльтон. И большинство объектов функциональных, которые имеют какую-то логику, они нафиг не нужны больше, чем в одном экземпляре, поэтому они должны быть сингльтонами. Это люди давно поняли. И, соответственно, весь код выглядит вот так. Как у меня, то есть, ну, здесь, соответственно, тоже будет метод, который будет называться getNDS. Вот. Ну, и тут там, не будем сейчас тратить время на что-то. И в tax-калькуляторе у нас, соответственно, выглядит все вот так. Никто не будет декларировать какой-то филд. Зачем? У нас же есть вот это, NDS Resolver. Иди сюда, взять NDS. Это же так удобно. И вот так вот написан весь код. А теперь давайте посмотрим, секундочку, на тест. И тест становится совершенно неактуальным. То есть у меня никакого мока нету, я не могу ничего замочить, потому что у меня просто все вот так. И это у меня статически навсегда связано с конкретной этой имплементацией. Значит, они говорят, а что делать? Я им говорю, ну, что делать? Ребят, приходите на Spring, пишите красиво, используйте сингальтоны Spring, а не вот такие вот статические через метод getInstance. И будет вам счастье. Они такие, не, мы такой дорогой не пойдем, мы попробуем по-другому. Они откопали фреймворк, который называется PowerMock, который дает возможность сделать моки на статические методы. То есть можно при помощи PowerMock рассказать, когда вызывается статический метод getInstance у NDS Resolver, вместо того, чтобы ходить и вызывать настоящую логику и ходить в Central Bank, надо вызвать Mock-овую логику, которая вернет 0.2. И они переписали все свои тесты, переписали на PowerMock. Есть одна небольшая проблема, PowerMock очень медленный. Он, в принципе, не может быть быстрый, потому что он класс лодеры подменяет, он медленно работает. Как вы думаете, сколько времени, то есть они поняли, что надо добавить в этот списочек, который у них был еще и Makito, или, соответственно, PowerMock, сколько времени теперь будет, сколько времени у них бежал Build? Он бежал 44 часа. Ну, это как бы всех их модулей. А модуль, над которым работает одна конкретная команда, там все как бы достаточно нормально, всего лишь полтора часа. Что значит делать человек, когда у него Build бежит полтора часа? Делать-то нечего. И как бы люди ходили обедать по 2-3 раза в день. Люди начали толстеть. То есть до этого они курили, теперь они стали много жрать. А потом говорят, что это связанные вещи. А тут как бы все через Build связалось. Давайте подытожим, почему Singleton является антипаталом. Я надеюсь, что на примере этих тестов я вам показал самое главное. Когда у нас есть статические методы GetInstance, при помощи которых мы получаем наши Singleton, у нас это получается, что это создает вот этот вот ненужный каплинг, и код становится совершенно негибкий. И дело даже не только в том, что я не могу в тесте МОК себе подложить, а дело в том, что я не могу вообще подсунуть какую-то другую имплементацию, которая может быть нужна для другого клиента, мне придется каждый раз код менять. Это провоцирует, соответственно, неправильное написание кода, делает код менее гибким, невозможно ничего делать без PowerMock, и на самом деле это вообще нарушает Single Responsibility. То есть Single Responsibility говорит о том, что должен быть один responsibility. А у такого Singleton уже есть два responsibility. Один – это бизнес-логика, ради которой он существует, и вторая – это делать себя Singleton. Поэтому мы приходим к выводу, что употребление Singleton в домашних, вот это вот домашнее с этими GetInstance, вредит нашему здоровью, а мы будем пользоваться Spring, который дает нам возможность получить Singleton из коробки. То есть не Singleton менеджить себя, а есть фабрика, которая может кишировать нужные объекты. Значит, у нас в Spring есть, но мы не будем сейчас про Kotlin конфигурации, про груби конфигурации, тем более про XML говорить, будем говорить про более стандартные способы декларации бинов в Spring при помощи либо Java конфига, либо аннотаций. Значит, у нас есть аннотация компонент, которую мы ставим над классом, у нас есть аннотация компонент скен, которая ставится в конфигурации, указывает, каким пакетом надо сканировать. Соответственно, все классы помеченной аннотации компонент либо любой другой аннотации, которая включает в себя компонент, будут найдены Spring, потому что Components can все это найдет. Они будут созданы, они будут настроены, они будут закешированы, и все, кто хочет их получить, будет просто использовать Injection. Есть еще куча разных аннотаций готовых, можете писать свои аннотации. Теперь, по умолчанию, все Singleton в Spring у нас не ленивые. Почему? Есть две причины. Первая причина. Намного лучше потерять время в Bootstrap, чем потом. То есть, ну, как бы, пусть сервак медленнее поднимается, но как бы все, что можно создать, пусть создаться с самого начала. Но есть более важная причина. Почему важно все, что можно создавать с самого начала? Это fail fast. Вы знаете, куда идут обычно разработчики, когда они deployment сделали? Ну, представьте себе, там работали полгода на какой-то версии, наконец ее выкатили, и там в час ночи все проверили, что все работает. Они что, в час ночи пойдут домой? Никто не пойдет домой, пойдут отмечать. Вот они сидят в час ночи, и посидели два часа, выпили уже немеренно там всего, что можно выпить. И тут им несчастный киевщик, которого оставили там дежурить, звонит и говорит, типа, ребята, все, баг в продакшене, давайте возвращаемся обратно. И все пьяные поперлись обратно на работу. Вот такой кайф. А почему это случилось? Потому что какой-то сингльтон был ленивый, и он создался не в тот момент, когда поднимался сервак, а в тот момент, когда в три часа ночи какой-то сумасшедший клиент вдруг решил зайти на сайт этой компании, нажать там на какую-то кнопочку, которая стригла какой-то процесс, который привел к тому, что этот сингльтон наконец понадобился, он начал создаваться, а создать его нельзя, потому что там была какая-то проблема. А зачем может понадобиться ленивый сингльтон? Для чего может понадобиться ленивый сингльтон? На самом деле достаточно редкий кейс. Это раньше они были популярны. Сейчас это бывает редко, но тем не менее. Может быть вот такая ситуация. В повседневной драке Шварценеггер дерется бревном, ему в принципе что-то другое скорее всего даже и не понадобится. Но теоретически может возникнуть особый случай, когда он все-таки пойдет и получит ракетницу. Давайте посмотрим это на коде. Есть класс Шварценеггера. Вот я в него заинжектил ракетницу. У него есть метод старт, который будет отрабатывать в тот момент, когда построится контекст. И мы говорим, если врагов меньше, чем 100, то бить бревном, а в противном случае надо все-таки ракетницу использовать. Если мы не придем к тому, что врагов станет меньше, чем 100, а у меня меньше, чем 100, видите, всегда возвращает тру. То в принципе эта ракетница вообще никогда не понадобится, зачем ее создавать. Тем не менее, если я сейчас запущу мейн, который строит контекст из данного пакета, то есть сканируется, видите, вот моя конфигурация, она сканирует все пакеты, что там она в тестерете. Мы же тут начали с этим NDS Resolver. Давайте я весь этот пакет просто убью. Мы уже с этим закончили. Это до свидания. Ну и там тест тоже, соответственно. Тоже хороший способ, чтобы тесты проходили. Ты постираешь пакеты нормально. Значит, запускаем еще раз вот это дело. И вот у меня ракетница. Она сервис. У нее в постконстракте должно писаться, ракетница доставлена. И несмотря на то, что ей никто не пользуется, потому что ты дышь, ты дышь, это output от того, когда бьют бревном, они от ракетницы. Ракетница все равно у нас доставлена. Значит, казалось бы, если нужна ленивая ракетница, это же как бы в спринге решается очень просто. Есть аннотация собака лэйзи. Можно ставить собака лэйзи над компонентом, можно ставить лэйзи над сервисом, можно при декларации бина, где угодно можно ставить лэйзи. И тогда бин не будет создан. И вот мы как бы берем, ставим сюда собака лэйзи, запускаем. И что теперь? А она все равно ракетница доставлена. И вот как бы люди были очень недовольны, потому что как-то вот нехорошо. Получается. Обманули нас. Типа лэйзи, а оно совершенно не лэйзи. На самом деле и до версии спринга 4.3 из коробки никакого решения не было. Из-за чего это происходит? Это происходит потому, что Шварценеггер не ленивый, и он создается. А когда он создается, в него же надо заинжектить ракетницу. И неважно, она ленивая или не ленивая, ее же надо заинжектить, поэтому он создается. И что люди делали для того, чтобы это решить? Они инжектили весь контекст, а потом из этого контекста делали контекст .getbin, для того, чтобы не инжектилась она сразу. Но начиная с версии 4.3 спринга появилась возможность ставить аннотацию собака лэйзи не только над тем бином, который вам нужно заинжектить, а вот там, где инжектиться. Это называется типа лэйзи инжекшн. Если посмотреть на самом деле, что происходит, видите, вот сейчас не напечаталось. До тех пор, пока мы ракетницей не воспользуемся, не будет работать. Если посмотреть, что за класс у этой ракетницы, то мы увидим, что это не класс, тот, который мы написали, а это какой-то прокси, задача которого вытаскивать ракетницу в тот момент, когда к этому классу прокси обратятся. То есть появилось красивое решение для ленивых сингальтонов из коробки. Поехали дальше. То есть это можно ставить, опять же, аннотацию лэйзи можно и в конструкторе ставить, и туда ставить, и сюда ставить. Вот так вот единственное не работает. Если вы поле пометили лэйзи, а инжекшн делаете через конструктор, то это не сработает. Следующий дизайн паттерн это chain of responsibility. Поскольку у меня уже достаточно мало времени, я сейчас, наверное, покажу на слайде, как он реализуется, потому что еще один дизайн паттерн я хочу вживую написать. Десять минут у меня, я понял. Вот смотрите, значит, у меня есть какой-то main handler, в котором есть handle 1, handle 2, handle 3, handle 4. Какой закон это нарушает, вот такой вот код? Ну вот single responsibility уже говорили, какой следующий там идет? Open close principle. Open close principle говорит о том, что для того, чтобы у вас получился красивый код, вы никогда не должны вскрывать уже существующие методы и туда что-то дописывать из-за того, что надо добавить что-то в систему. То есть система должна быть открыта к расширению, но конкретные уже написанные классы должны меняться только в том случае, если реально что-то связанное с их бизнес-логикой меняется, а не просто что-то надо новое добавить. Поэтому как бы правильно сделать это вот так, а на Spring Game у нас есть прекрасное решение. Вы можете заинжектить лист хендлеров, то есть хендлер, соответственно, делает с интерфейсом. Вы ставите A2Wire над листом, и как работает Spring, если он видит, что аннотация A2Wire стоит над листом чего-то, то сначала он проверит, нет ли бина, который является листом вот этого чего-то. Скорее всего нет. И если нет, он тогда сам этот лист собирает из всех бинов, которые по generic type подходят под то, что должно в этот лист попасть. Все. Таким образом, вы вашу логику, которая хендл1, хендл2, хендл3, раскидали по разным классам. У вас есть главный хендлер, в который инжектятся все эти маленькие хендлеры, и дальше при помощи Chain of Responsibility мы вызываем метод хендл у каждого хендлера. И теперь, соответственно, если я хочу добавить новую обработку на свой объект, все, что мне нужно сделать, это написать еще один класс, который реализует интерфейс хендлер, поставить на него аннотацию собака компонент, и все. Больше я ничего не должен делать, потому что он автоматом заинжектится внутрь этого листа. Если мне нужен еще и порядок этих хендлеров важен, что на самом деле уже говорит о том, что, скорее всего, дизайн не очень хороший, потому что порядок желательно, чтобы был не важен, но, в принципе, в спринге есть аннотация собака ордер, которую можно проставлять вместе с аннотацией собака компонент, и когда будет строиться лист, этот ордеринг будет учитываться. Вот. Ну и вот мой такой последний, наконец, достаточно длинная сейчас будет тема, поэтому у меня сказали осталось 10 минут, но я думаю, что минут на 10 мы задержимся максимум. Тут будет три дизайн-паттерна в одном. Значит, о чем пойдет речь? Мы будем сейчас писать код, который будет заниматься доставкой разных сообщений. Значит, выглядит это следующим образом. У нас будет какой-то объект, который называется mail info. В этом объекте mail info. То есть mail info – это объект, ну, типа, мейлы, которые надо отослать. Там будет внутри property, который будет называться template code, и в зависимости от этого template кода мне нужно отсылать разные мейлы. То есть мне надо запускать разную бизнес-логику. Тут важно подчеркнуть, не то, что у меня есть какая-то мэпа, в которой там один такой-то текст, два такой-то текст. Совершенно не так. У меня, опять же, это реальная история с реального проекта. То есть вы знаете, что такое FTL? FTL – такой недоделанный HTML. Была папочка с FTL-ами, и, соответственно, если template code один, то нужно брать один FTL, заполнять его дырки там какими-то параметрами, генеритизмом HTML, отсылать. И было в этой компании, изначально так исторически сложилось, было ровно два мейла, которые они всегда всю жизнь отсылали. Первый мейл там типа welcome to our company, а второй мейл там don't call us, we call you. Что-то такого плана. А потом сменился директор этой компании. И как только сменился директор компании, он такой очень технологический чувак был, он сказал, почему в 21 веке посылаем только два мейла, мы же, а все делаем остальное по телефону. Мы же можем отсылать огромное количество мейлов, можно придумать всякие разные темплейты. Посидели, подумали, придумали, что их будет еще там где-то пять или шесть. Ну и как бы думали, что, наверное, уже дальше это не разрастется. Значит, и сейчас я вам покажу следующий дизайн паттерн. Где у меня? Control 3. Почему не работает? Не работает. Never use switch. Значит, ну вот, то есть вначале код был написан вот так, да, то есть вот у меня mail info, я говорю, если у меня, значит, template code это один, то тогда, значит, мы, тут написано 20 строчек кода и отправляется один mail, а если два, то, значит, написано, ну и так далее. Вот. Можно сделать вот так. Это тот рефактор, который сделал Team Lead команды, которую построили для того, чтобы, ну, он сказал, что если этот рефактор не сделать, то, соответственно, что у нас будет получаться? У нас будет все время вправо уходить, да, код, потому что efl, 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 efl будет некрасиво. Он говорит, ну вот намного же красивее сделать вот так. У кейсов там много не будет, ну там же сколько там уже может быть этих видов mail. Вот. Теперь давайте немножко поговорим о том, вот, это вот очень тоже известная такая ситуация, когда человек говорит, я сделаю свитч, потому что, ну, как бы, мама и клянусь, у меня Team Lead сказал, мама и клянусь, там у тебя точно никогда не будет больше, чем 4. Вы себе представляете, в каких ситуациях, когда казалось, что уже не может вырасти, оно росло. Начнем с самого простого примера. В одной страховой компании был Yenam, который назывался Gender, и там было два варианта. Mail и Female. Не надо, да, продолжать? Там понятно, да? Один раз я делал что-то для американской биржи, была компания, и у нас был Yenam, который назывался Day of Week. Там было 7 вариантов. Ну, казалось бы, больше чем 7 вариантов, ну, уже никак не может быть. Ну, дней недели-то 7. Таки, нет, они взяли этот инн, и мы поделили на 2, потому что у них есть Working Monday, Non-Working Monday, Working Tuesday, Non-Working Tuesday. То есть это все очень зависит от той бизнес-логики, которую вы пишете. То есть если в реальном мире, может быть, допустим, только и мужчина, и женщина, то для страховой компании человек, который сменил пол, к нему относятся как к какой-то третьей личности, потому что это влияет на риск его заболевания определенными болезнями, соответственно, для их бизнес-логики это очень важно. А теперь все-таки давайте по чесноку. Вот сколько, вот здесь сидит такой программист, вот такая комиссия перед ним, и они ему там типа дают советы. Сколько кейсов вы считаете все-таки еще нормально, но оно хотя бы не противно выглядит? Ну, кто-то скажет, что 5 кейсов это нормально, кто-то скажет, что 7 нормально, потому что Сонар, например, Сонар, который статический код анализ делает, он не говорит, после 7 он начинает ругаться, типа длинный свитч. Кто-то скажет до 10, типа 10 пальцев, но мой самый любимый ответ это пока влезает на экран. И дальше начинается, ведь можно немного уменьшить фонт, а потом можно попросить начальника купить экран побольше, потому что иначе я не могу писать код. А потом можно экран повернуть вертикально и так, опа, еще, глядишь, можно там штук 10 кейсов накидать. Но в какой-то момент же отговорки заканчиваются, и если вы думаете, что код, вот это вот все, что я сейчас показываю, это реальный продакшн код с разных компаний, которые я видел, и если вы думаете, что вот там вот 27 или там 17, сколько там влезло, это далеко не все, там их 50 и 60, и видел я 200 с лишним. Никто никогда не планирует написать так. Нету такого тимлида, особенно сегодня, который скажет, как мы решим эту задачу, давайте сделаем свитч на 250 вариантов. А как же оно получается? А получается оно потому, что человек думал, что больше чем 5 не будет, и сделал свитч в тот момент, когда ему надо было прикрутить шестой кейс. Он такой типа, ну на самом деле говорили же, что до 7 нормально, ладно, докручу шестой. Когда ему надо докрутить восьмой, он вспоминает, что кто-то говорил, что и до 10 нормально, и докручивает до 10, и потом вспоминает, что пока на экран влезает нормально, но в какой-то момент отговорки уже заканчиваются. Но в тот момент, когда они заканчиваются, уже есть 18 кейсов. И человек так себе говорит, типа 19 это уже точно плохо, но между 18 и 19 разница небольшая. А человек, который добавляет какой-нибудь 253 кейс, он уже просто смеется над этим говнокодом, но делать рефактор сейчас уже поздно. Потому что это возьмет очень много времени, а через неделю надо все сдавать. У нас всегда все горит, все сроки всегда горят. Поэтому если начал неправильно, то это будет как эта пизанская башня. Вы знаете, что единственное может заставить компанию выделить ресурсы и время, чтобы сделать рефактор на свитч? Только баг в продакшене, который из-за этого случился. А какой случается всегда баг в продакшене из-за свитча? Забывают брейк. Вот в страховой компании, которая рассылала вот эти вот мейлы, там было хуже. У них не один брейк улетел. У них из-за мерджей, потому что один из больших проблем свитча, что все коммитят в один файл. У них в какой-то момент мерч как-то сдвинулся, и у них улетели все, по-моему, брейки. Ну или там половина брейков. И теперь представьте себе, что происходит. Значит, это все ушло в продакшен, потому что это очень сложно тестировать такие вещи. То есть как они это тестировали. Там в CRM создают какую-то там учетку, нажимают на сабмит, и в результате кьюэйщик знает, что сейчас, ну ручной кьюэйщик, он знает, что сейчас должен отослаться в welcome mail. Он бежит по чтовому ящику, смотрит, о, welcome mail пришел. А то, что весь этим пришло еще 15 мейлов, ну там же другие кьюэйщики и другие темплейты тестируют. В результате как бы в продакшен поднялась эта система, и как бы несчастные клиенты этой компании начинают получать мейлы. Приходит первый мейл, и в первом мейле там типа, ты нам уже неделю не платишь, давай там, человек начинает собирать документы, потом приходит, так, ты нам не платишь уже месяц. Он говорит, как месяц, только же было неделю. Потом еще там, все, мы тебя отключаем от всех служб. А потом в догонку еще один мейл, с днем рождения, братан. И там и последний такой, типа, добро пожаловать в нашу компанию. Вот. Ну естественно, после такого пришлось сделать рефактор, поэтому мы сейчас этим и займемся, и это последнее, что я вам покажу. Значит, мы стираем вот весь этот ужасный свинч, все эти ужасные кейсы, и делаем следующее. Значит, во-первых, мне нужно сделать интерфейс, который будет называться mail generator. Да, потому что у меня их будет много разных. Generator. Значит, у этого mail generator будет метод, который будет возвращать стрингу, который будет являться текстом мейла или там HTML и так далее. Значит, будет называться generate, например. Значит, я сюда буду принимать mail info, потому что, может быть, в этом mail info есть какая-то информация, которую мне надо будет использовать при составлении этого мейла. И мы начнем прописывать варианты. Значит, первый будет называться там welcome mail generator. Здесь у нас, соответственно, будет какая-то, ну опять же, вот эти 20 строчек кода или 30 строчек кода, это будет уже, соответственно, сидеть здесь, а не под каждым кейсом. Ну и, допустим, я буду возвращать там return mail info.getcontent, там сделаем, так, slash n, was welcome mail. Ну, чтобы было просто видно, что это welcome mail. Вот. Здесь я ставлю аннотацию собака-компонент и говорю один. Чуть позже объясню, что это имеется в виду, что это значит, на что это вообще повлияет. Вот. То, что я сейчас делаю, не делайте никогда, особенно, когда на вас смотрят дети. Вот. Особенно, даже ночью, когда никто не видит. Вот. Никогда не копипейстите классы. Ну, вот тут, соответственно, будет два, и тут у нас будет там don't call us, we call you. Don't call us, we call us. Теперь я пошел в свой, ну, главный этот отправщик. Как он там назывался? Где он называл? Mail center. Здесь мне нужна, соответственно, мэпа. Private map. Мэпа у нас, соответственно, будет string против mail generator. Mail generator. Вот. Mail generator map, допустим. Я над ней поставлю AtoWire. Я знаю, что сейчас кто-то из вас скажет, типа, вот, даже IntelliJT говорит, constructor injection not recommended. Но это тема отдельной дискуссии. Я ровно сколько есть против, я столько же и за найду. Насчет field injection. Вот. Поэтому, как бы, не сейчас не принципиально. Зато так более понятно, что происходит, да. То есть сюда spring должен проинжектить мэпу. Чуть позже мы поймем, как он это делает. И дальше я беру эту мэпу, вытаскиваю из этой мэпы тут, соответственно, по вот этому template коду я вытаскиваю нужный mail generator. Ну, в принципе, было бы неплохо проверить, что этот mail generator не now. Иначе будет null pointer exception. И тут я выброшу какой-нибудь там illegal state exception и скажу там, типа, давайте мы это вытащим переменную. Вот у нас будет код. Скажу, что такой код у нас не поддерживается. Код. Это, кстати, не illegal state, это должно быть unsupported, да, exception там типа. Ой, ой. Есть же более хороший unsupported operation exception. Код такой-то. Not supported yet. Как-то так. Вот. Ну и, в принципе, если мы этот mail generator получили, то тогда теперь можно с его помощью сгенерить нужный мне mail. Вот я получил там HTML, допустим, какой-то. И дальше я этот HTML отправляю. Все, видите, по single responsibility. Send mail. Ну, тут я просто буду печатать, типа, was send, да? Was send. А? Где будет MPN? А, потому что наоборот, если это равно, да, вот так. Как хорошо, что есть идея. Умные ребята, которые замечают, что закрасилось цветом какашек. Так, и, соответственно, здесь мы поднимаем контекст. У меня там есть такой некий продюсер, который постоянно дергает этот метод, который мы только что с вами написали. Видите, вот у нас. И тут всякие разные цитаты рандомальные Чак Норриса посылаются. Но видно, да, что один раз он там don't call us, туда-сюда. Теперь смотрите, если завтра у нас вот этот вот продюсер этих месседжей будет использовать новую цифру. Вот у нас появилось три варианта. То у нас сейчас периодически будет вылетать этот non-supported operation exception, потому что третий мы не поддерживаем. Вот, видите, три not supported, три not supported. Насколько просто сейчас человеку сделать, чтобы тогда было support? Все, что он должен сделать, я еще раз извиняюсь. Кстати, раз уж мы все-таки делаем copy-paste, допустим, у меня будет там happy birthday. Happy birthday. Вы понимаете, сколько бы я ни говорил, сколько бы я по пальцам ни бил, все равно когда-то кто-то copy-paste сделает и когда-то вот это вот забудут поменять. И очень хотелось бы, чтобы эта система просто не взлетала. Это намного лучше, чем люди будут получать неправильные мейлы. И опять же, я ничего не должен делать. Обо мне не просто заботится Spring. Зацените, насколько он дает хороший и понятный месседж. Вот он говорит, что у тебя есть email callback, он конфликтует с happy birthday и может остаться только один. Соответственно, я если здесь поставлю три, то у меня теперь все будет хорошо. Только, опс, теперь я там copy-paste оставил. Здесь у нас будет happy birthday, соответственно, посылаться. Happy birthday. Как это работает? Вот это ID-шник бина. Если вы ставите аннотацию от wired над ID-шником бина, то отработает он следующим образом. Он найдет все бины, которые подходят под реализацию generic type value от этой мэпы, где у нас mail center. То есть Spring возьмет все mail generator, все бины, которые mail generator, и вместе с их ID-шниками заинжектит сюда. И, соответственно, если мой ID-шник случайно еще является объяснением, за какой template code отвечает данный класс, то у меня проблема решается на уровне Spring. Кто-то скажет, нет, Женя, некрасиво, ID-шник не должен фигурировать. Покажу другое решение. Значит, если вы не хотите, чтобы ID-шник являлся бизнес-логикой, то мы можем пойти в интерфейс. В этом интерфейсе добавить метод, который будет называться get, он, соответственно, будет возвращать стрингу, ну или там какой тип у этого template code, get my code. Все этот метод будут реализовывать. да, и хэппи-берзли будет его реализовывать, и он будет возвращать три. И там этот welcome mail generator будет его реализовывать, и он будет возвращать два. И кто там был последний, email callback тоже будет его реализовывать. То есть ID-шник уже как бы совершенно стал неважен. Вот. Опять же, поскольку времени мало, дописывать я это сейчас не буду, потому что я еще одну вещь в этом же проекте хочу показать. Две двойки. Вот. Значит, что бы я сделал, если бы у меня было чуть-чуть побольше времени? Я бы в этом mail sender, естественно, эту мэпу уже не inject, потому что ее inject нельзя. Я бы вместо этого написал бы конструктор. Вот так. В этот конструктор я бы заинжектил, а то wire над конструктором, если он единственный ставить, не обязательно, но Йорген Коллер, я с ним согласен, рекомендует это делать для читабельности кода. Я бы заинжектил сюда все mail generaторы. Mail generaторы. Да, mail generaters. Дальше я возьму mail generaторы.stream.collect. И, соответственно, могу попросить собрать из этого мэпу. To map. Вот. Я же вроде сказал, что не буду дописывать. Вроде вам нравится. Нормально. Ну, понятно, да, короче? На самом деле, вот в восьмой Java был очень прикольный баг, когда вы собираете мэпу, то есть из-за чего я все-таки стал это писать, потому что кто-то из зала правильно крикнул, что у меня совпала эта двойка, и если раньше Spring следил за тем, потому что айдишники бинов не могут совпадать, а здесь это уже не айдишники бинов, это просто какое-то возвращаемое значение метода. Так вот, мне нужно позаботиться теперь об этом exception не самому. Но дело в том, что коллектор, который умеет строить из стрима мэпу, он вам и так этот exception выбросит, просто в восьмой Java был, ну, как бы, я бы сказал, что это все-таки, наверное, был баг, потому что месседж exception был очень непонятный. Вместо того, чтобы писать duplicate key и писать значение ключей, которые дубликейтные, он почему-то писал значение value. И было совершенно непонятно. Начиная с девятой Java, у меня одиннадцатая, то есть тут все нормально. Вам вылетит примерно такой же exception, скажет duplicate key для двух таких-то классов. Вот. Ну, а другое решение, которое я вам хотел написать, и есть такой другой дизайн-паттерн, который называется, вот если мне нужно регистрировать бины уже после того, как создался контекст, да, то есть в моем вот этом вот решении, когда строится вот этот мейлсендер, в него инжектится все, что ему нужно, и он там дальше из этого формирует то, что он хочет. А если у меня бины создаются после его создания, то как бы плохо, поэтому мне нужно заинжектить это, то есть сделать дизайн-паттерн-режистри, чтобы они регистрировались в нем. Значит, как это можно сделать красиво? И это уже такое будет типа вызов скале. Сейчас я вам покажу, почему. Значит, эту мэпу я сейчас проинициализирую сам. Так. Здесь у меня будет метод public void, который будет называться там register, который все, кто хотят зарегистрироваться, будут дергать. Этот метод принимает, соответственно, стрингу, и стрингу, который является там код, и mail generator, который generator. И здесь я просто в эту мэпу это буду добавлять, да, mail.put, код, запятая, generator. Теперь у меня в интерфейсе я добавлю метод, который будет называться register myself, да, он будет дефолтный. Register myself. И потому. И суть. Этот метод будет получать в качестве параметра вот этот mail sender, в который он должен зарегистрироваться. Вызывать у него, соответственно, метод register, передавать свой собственный код, get my code, и себя. Окей? Ну, тут возникает вопрос. А как сделать так, чтобы этот метод запускался у всех имплементаций? Вы же понимаете, что я, опять же, могу в документации написать, если ты пишешь новый mail generator, не забудь в конструкторе вызвать метод, который мы тебе уже с дефолта имплементацией предложили, только не забудь вызвать. Вот в скале есть возможность прописать логику прямо в самом классе, которая будет всегда запускаться у всех, кто имплементировал данный интерфейс. Там это называется trade. А в java как бы нельзя. Мы же не можем тут в интерфейсе сказать, какой конструктор должен запускаться. Интерфейс с конструкторами не связан. Но, поскольку мы работаем со спрингом, у нас есть возможность сделать вот так. Если вы atowired ставите над методом, а можно это делать, то как это будет отрабатывать? Это называется setter injection. И все классы, которые имплементируют данный интерфейс для последних версий спрингов, они поддерживают, что, соответственно, и в интерфейсе, если метод помечен аннотации atowired, он тоже будет запущен, и в него передастся то, что этот метод хочет. И все. И теперь, в принципе, можно попробовать запустить, потому что, ну, как бы, что у нас поменялось? У нас поменялось только то, что мы мэпу не инжектим сами. Видите, ну, там дальше у нас… Теперь первый нот саппорта. Надо поменять вот то, что вы как раз сказали. Здесь, соответственно, единицу, да. Вот, ну, как бы не суть. Все, теперь оно работает. Да, работает. Видите, все посылается, все замечательно. Вот, и на закуску вам просто, чтобы… Это вот у нас был Design Pattern Registry, чтобы вы видели, что можно делать, какие аннотации в дефолтных методах будут работать. Все вот эти аннотации, они будут отлично отрабатывать, и все это, как бы, можно на уровне интерфейса этот контракт закрыть. Вот, все, ребята, всем большое спасибо. Я надеюсь, что еще продолжим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok